Невидимый враг. С наступлением тепла участились заражения острыми кишечными инфекциями. Жара создала благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей в воде, продуктах на объектах внешней среды. Чтобы тошнота, рвота, лихорадка и другие неприятные симптомы не испортили отдых, врачи призывают соблюдать простые, но действенные рекомендации. «Стоит обратить внимание на продукты, которые вы покупаете, то есть это сроки годности, на внешний вид, запах, вкус, всё, что можно в целом оценить непосредственно в магазине или на рынках. Не забываем про личную гигиену, начинаем с себя и учим этому своих детей». Охладиться горожанам помогает отдых на берегу водоёма. Безопасно провести время можно в разрешённых местах. В этом году искупаться и поплавать можно только на трёх локациях. Озёрный пляж, санатория «Шинник», первый и второй – центральный на берегу Березины. Важное напоминание для родителей – не спускать глаз с детей. Для любителей трипа очень важно – следить за самочувствием, брать с собой холодные напитки и как можно чаще останавливаться в тени. «МЧС напоминает, во время жары как можно реже находитесь на открытом солнце. Если это неизбежно, используйте головные уборы. Пейте как можно больше воды. Не занимайтесь физическими активностями, если температура воздуха превышает 25 градусов. Помните, наибольшей опасности от жары подвержены дети и пожилые люди». Стильное лето. Уберечься от палящего солнца поможет головной убор. Центральный рынок предлагает ассортимент на любой вкус. Кепки, панамы и дамские шляпки выбрать смогут как дети, так и взрослые. Синтетика – 15 рублей. За хлопок попросят чуть дороже – 30. Простая бейсболка обойдется в районе 20. «У нас самый большой выбор женских головных уборов. Есть натуральные соломка, хлопочек был, но его, к сожалению, уже разобрали. И шляпки. Очень много, которые садятся хорошо. И, в общем-то, умеренные цены». «Прячешь дома? Редко выхожу на улицу». «Пьем, прохладите напитки, стараемся где-нибудь тенечки побольше побыть». «Некоторые пьют много воды. Я как-то по жизни очень мало водички употребляю, даже если жара сильная. Ну, а так, накидки никакие не накидываю, шляпки не одеваю пока». «Холодная водичка и кондиционер больше. Тут, по-моему, ничего не поможет». «Ну, мороженое можно купить, водички». «Воды больше пить, головные уборы носить. Мороженое тоже». Высокий температурный фон задержится в стране еще на пару недель. Поэтому позаботиться о своей безопасности можно и нужно уже сейчас. Соблюдая нехитрые рекомендации специалистов, теплая погода станет добрым другом, а не врагом.